Всем привет, с вами Полтема, это 196 эпизод обзора лучших игр и приложений для iPhone, iPad и iPad. Самый новый эпизод в 2017 году, поддержите это видео пальцем вверх, и это не все игры, которые будут в обзоре. Давайте начнем. Наша самая первая игра называется Коррупции нет. Она будет с экрана iPhone, так как она только для iOS 10 или выше, а у меня на iPad, к сожалению, iOS 9. Поэтому поговорим об этой игре на iPhone и потом вернемся к iPad. Как вы видите, геймплей очень простой. Это раны, в котором вы должны расстреливать коррупционных полицейских. То есть они берут взятки, и ваша цель это убить их всех, чтобы очистить город от коррупции. Управление в игре очень простое. Тапаем справа, мы выстреляем, тапаем слева, мы прыгаем. И таким образом мы не должны сталкиваться с полицейскими, потому что они отбирают наше здоровье, ну и соответственно мы проиграем, когда оно закончится, и будем начинать заново. У нашего героя имеется суперсила, которая разваливает этих копчиков направо и налево. В общем, если вы любите раннеры и убивалки времени, то игрушка для вас. Возвращаемся к планшету и далее приложение Fabi. Это программа, которая накладывает различные фильтры на ваши фотографии и видео. Кстати, в режиме реального времени вы можете снять видос, приложение его обработает и будет с фильтром ваше видео. Фильтров очень много, а если вы хотите удивить ваших друзей и подписчиков в соцсетях, то вы можете обработать свои фото и видео здесь и выложить в ваши социальные сети. Приложение бесплатное, в App Store имеется куча фильтров и с обновлениями разработчики будут добавлять новые. Далее привет из 2016 приложения Манекен. Помните, раньше был популярный челлендж под названием Манекен Челлендж, где люди как бы замирали в какой-то одной позиции, и вы это все снимали на видеокамеру. Суть этой игры такая же, то есть вы должны заснять тех людей, которые стоят в какой-то позе. Вы можете двигаться, тапая по экрану, то есть ваш персонаж при этапе меняет направление, но разумеется, ваша цель это захватить этих персонажей в ваш объектив камеры. Соответственно, вы не должны натыкаться на объекты, и тогда вы пройдете далее, а не проиграете. Игра бесплатная в App Store. Далее приложение для девушек под названием Lady Bill. Среди аудитории канала более 30% девушек, эта программа позволит им следить за их здоровьем. В общем-то, даже если у тебя, парня, есть девушка, посоветуй это приложение для своей, собственно говоря, девушки. Что касается этой программы, то здесь она будет следить за своим здоровьем, как уже сказал ранее. То есть здесь отмечаются все ее показатели. Она может следить за своим прогрессом, либо наоборот, регрессом в данной программе. И это все отображается в красивых графиках, либо просто в столбцах данных. То есть все понятно и наглядно. Также имеется социальная часть, то есть это различные группы, где ваши девушки могут общаться и, соответственно, заводить новое знакомство, узнавать для себя что-то новое. В общем, программа действительно поможет понять, что происходит с здоровьем девушки. Она здесь может ввести свой какой-то дневник по состоянию здоровья. То есть здесь, в принципе, все исключительно для девушки и ее здоровья. Приложение бесплатное в App Store и называется Lady Bell. Следующая игра сделана по фильму. Это Live by Night. Фильм скоро выходит в кинотеатрах. Там снимается Бен Аффлек. И, как я понимаю, там грабят банки. Потом убегают от полицейских. Здесь, в принципе, такая же ерунда. То есть вы ограбили банк, батиты запрягнули в машину, и вы должны спетлять с места ограбления. И, конечно же, вы не должны сделать так, чтобы вас остановили полицейские. То есть вы не должны столкнуться ни с какими блокпостами. А наоборот, вы должны толкать машины полицейских на эти блокпосты и другие препятствия, которые появляются на трассе. Игра бесплатная. Следующая игра называется Seasons. Полные названия будут в описании к этому видео. И здесь вы должны загнать мячик в корзину. То есть имеются различные объекты, которые раскиданы на карте. Вы эти объекты можете переворачивать, либо наоборот двигать. И на всех уровнях это можно делать. Но на большинстве объекты можно крутить, вертеть и переворачивать, как вам захочется. Ваша цель это, как я уже сказал, закинуть мячик в корзину. И после манипуляции экспериментов с этими объектами на карте вы это сможете сделать. В игре огромное количество уровней. То есть играть вы будете долго. И также имеются зубодробительные уровни, в которых действительно придется подумать и покрутить все объекты. В общем, игрушка действительно увлекательная. Далее также классно убивалка времени, которая построена на физике. Это игра под названием Heard Box. И здесь вы должны загнать вот этот квадратный квадрат, пускай будет так, на некую док-станцию. Дело в том, что этот квадрат постоянно требует зарядки. И его нужно всегда доставлять вот в эту красную док-станцию. По ходу прохождения вам придется решить огромное количество головоломок. И пройти все задания, которые для вас приготовили разработчики. А заданий здесь опять же огромное количество. И такие игры очень классные, потому что здесь приходится и подумать, и можно круто провести время. Да еще когда игра бесплатная, это вообще вот самый кайф. В общем, рекомендую поиграть. Игрушка называется Heard Box. Следующая игра называется Arrow.io. И это игрушка, в которой вы играете за лучником. Однако вы играете против других игроков, так как есть здесь режим в онлайне. То есть мои соперники это реальные люди, которые также пытаются пройти данную игру и заработать себе уровень. Цель это стрелять по вашим оппонентам и соответственно убить его. То есть сделать так, чтобы он вас не убил, потому что вы проиграете. Чем дальше вы пройдете, тем выше вы будете в статистике. А это круто, как вы понимаете. И игры в онлайне, особенно такого плана, очень популярны в интернете. В общем, классная убивалка времени, бесплатная. Собирайте здоровье на карте и валите ваших оппонентов. Предпоследняя игра называется Белая Мгла. Это бесплатная игра недели в App Store, поэтому поторопитесь, потому что она стоит вашего внимания. Здесь вы попадаете в какую-то непонятную ситуацию. Видим, что у нас помехи, у нас там что-то спрашивают и мы должны отвечать. То есть игра нам дает некие ответы, которые в дальнейшем влияют на ход событий в данной игре. И все, что будет происходить дальше по геймплею, зависит полностью от вас. То есть где окажутся ваш персонаж и прочие персонажи, которые с вами связаны, вы не знаете до самого конца. И интересно узнать, что же будет в конце. В общем, рекомендую поиграть, игрушка классная. Последняя на сегодня игра называется Unfold. И здесь вы должны сделать так, чтобы этот шарик не упал с обрыва вниз. То есть как когда вы видите, что впереди обрыв, вы тапаете по экрану и он меняет направление. Таким образом вы катитесь все ниже и ниже. И цель опять же это укатиться как можно дальше и не свалиться куда-то в водище. Игра бесплатная в App Store. На этом, ребят, можем закончить. Если вам понравился этот топ, то ставьте ваши пальцы вверх. Все ссылки в описании. Это также заслуживает определенного лайка. На этом все. Не забывайте о яблочках. Подписывайтесь на канал. Пока.